Друзья, всем привет и вы на канале Ушатайка. Андрею Орловскому 42 года. В UFC он дебютировал почти 21 год назад. Провел там 36 боев, это третий результат в истории. Также выступал в Affliction, Strikeforce, Elite FC, One, WSOF. Тем не менее, Андрей даже не думает о завершении карьеры и выиграл 4 из последних 5 поединков в UFC. На прошлой неделе Орловский посетил турнир UFC 267 в Абу-Даби, а за несколько дней до его начала дал интервью Ушатайке и РЕН-ТВ, ответив на несколько вопросов о своей карьере. Конечно, не обошлось без вопросов о Федоре Емельяненко, который 23 октября нокаутировал Тимоти Джонсона в Белла Тор. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться и приятного просмотра. А Федора бой не смотрели? Нет. Да даже хайлайкты не попадались. Я в Инстаграме видел, что он его нокаутировал в первом раунде, 5-10 секунд. И я, ну слушайте, я телевизор, во-первых, не смотрю, я только новости читаю. А что если я по интернету смотрю, то только новости слушаю. Мне хватает, мне хватает чем, поверьте, мне не есть чем заняться, помимо того, чтобы сидеть и смотреть что-то. Если бой, если соперник, да, мы бои изучаем. Это как бы исключение. А так у меня на самом деле есть чем заняться. Ну, а вы знали до этого то, что он с Тимом Джонсоном дерется? Ну, бывший боец UFC все-таки. Федор. А, видите, я даже имя не знаю соперника, Миряненко. Нет, не знаю. Не знал. А вы когда готовы будете вернуться? Вот две недели назад дрались? Я уже, я, я, мой, 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 кубинский тренер по ударке, Павлина Хернандес, мне сказал, комрад, 10 days. Я говорю, ну я улетаю там, 10 дней я улетаю в Абудаве, туда-сюда, он говорит, хорошо, две недели. Вот возвращаюсь и начинаю. Участвуйте в новой акции от букмекерской компании Лига Ставок. Розыгрыши каждый день, каждую неделю, каждый месяц без исключений. Просто заключайте пари и вы сможете сорвать большой куш. Подробности на лигоставок.ру Возвращаясь к теме Федора Емельяника, все восхищаются его скоростью, его года. То есть ему 45 лет и он по-прежнему, ну, скоростной. Даже в этом аспекте он, возможно, прибавил. В частности, Хавьер Мендес, тренер Хабиба, отметил, что наверняка он самый быстрый тяжеловес, которого он когда-либо встречал. Вы как считаете, он входит ли в число самых таких взрывных бойцов вообще в истории? Не знаю, насколько я видел, он своей же комбинацией, которую он годами бьет, он так его там через правую, боковой, да? Поэтому я не знаю. Скорость я там не увидел, то, что я видел 5 секунд. Может быть, если бы я смотрел весь бой, может быть. Разминку я смотрел, там вроде бы вы в этом выставляли, в Белата выставала, выставляла в Инстаграме. Но я ничего такого вау не увидел. Опять же, это не умаляет его никаких заслуг там и его там победы над своим соперником. Факт остается фактом, как я уже сказал. Он чемпион, выиграл свой поединок. То есть вы считаете, больше это не скорость, а просто удачная, в нужное время проведенная комбинация? Слушайте, ну я свой опыт, я говорю, я когда думал, что умею бить коленами, прыгнул на него с открытым коленом, не закрываясь, и свет погас. Ну, умею ли я бить коленями? Ну, походу, наверное, нет, потому что я проиграл. Прыгнул как-то, не знаю, там, начинающий любитель. Он нокаутировал меня, да, это остается фактом. И как бы я к этому ни относился, это факт. Поэтому скорость, не скорость, я не знаю. Я переживаю за себя, я не смотрю ни за остальными бойцами, ни изучаю их, не слежу за их, я не знаю, прибавлю-то или нет. Если я с кем-то буду драться, это потенциальный соперник, да, конечно. Например, Тибура и Волков. Вот, если у меня с ними судьба сведет, с Тибура второй раз или с Волковым, да, для меня этот бой будет, скажем так, наиболее немножко, может быть, интереснее, чем остальные. Потому что это все-таки моя весовая категория, и потенциально с кем-то я могу из них драться. Вот и все. Ничего больше. Скажите, вы один из самых таких заслуженных ветеранов смешанных единоборств, и вот у вас были и победы, и поражения. Вот Александр Волков был очень близок к титульному бою, и в итоге проиграл. И многие считают, что это достаточно тяжело психологически для него вот эта ситуация обернулась. Вот скажите, если бы он обратился вдруг к вам за советом, как бы мы объяснили, как переживать? Давайте это даже исключим. Никто не будет... Хорошо, как вы справляетесь вот с таким моментом? Я не полициированный специалист, чтобы давать какие-то советы. Не, не, конкретно вы как справляетесь, да. Как я же рассказываю. Я, во-первых, не беру на себя ответственность кому-то давать свои советы, потому что то, что работает для меня, не будет работать для других. Это раз. Во-вторых, если, не дай бог, что будет неправильно, то есть это, как бы ты ни крути, какая-то доля ответственности будет присутствовать на мне. Мне лишние эти самые головники не прятаются нафиг нужны. Есть для этого специалисты. А то, что я делал, ну, то есть, кто бы там ничего не говорил, там, Орловскому, блядь, то есть, все, ему пора завязывать, пока я сам не пойму, что да, это пиздец, уже конец, или мне кто-то не посоветует, из тех людей и тренеров, которых я уважаю, к чему мнению я прислушиваюсь, это совершенно другая история. Пока я сам не решу, я не пойму, что все, это уже пиздец, край. Надо что-то делать, менять. Вот и все. И так было неоднократно. Я провел четыре боя, я нашел все силы, там, собраться, там, напомнить себе какие-то, я не знаю, там, свои жизненные устои, аспекты, которые надо вот следовать, вот для чего ты все это делаешь. И все, для меня сейчас девиз, дисциплина, это помнить то, что ты хочешь. По-русски, по-английски звучит, дисциплина, remember what you want. В кемпе, like, всегда, каждый день, когда я поднимаюсь, я знаю, для чего это делаю, для кого это делаю, и зачем мне это надо. Вот и все. Условно, вам 50 лет, вы, ну, к примеру, когда вам будет 50, если вы полны сил, вы будете. Ну, в 50 лет, конечно, нет. Да нет, нет. Для меня пример Джордж Форман. В 46 лет стал чемпионом мира, Майкла Мура победил. Может быть, до 46, если там, слава богу, будет все в порядке и со здоровьем, и с техниками, и хотя бы, если не прибавлю, то хотя бы в скорости не потеряю, я, может быть, буду продолжать. А быть мальчиком для битья и кому-то давать, строить свою карьеру, зарабатывать очки на моем имени, этого точно не будет. А если выставочные бои, например, как вот Тайсон и Рой Джонс? Или сейчас Тайсон подписался с полом на Джейк Пол. Да, это отдельный шок, но вообще, вот первый с Рой Джонсом, вот нечто подобное. Ну, слушайте, Майк Тайсон, это Майк Тайсон, и Рой Джонс, 2 Рой Джонс. Если да, с ними за какие-то бабки, мы, конечно, нет. С ними? Да с любым. А с кем бы хотелось? Может быть, есть какой-то? С другим. Я с Тайсон и Рой Джонсом, мы знакомы, мы снимались, по-моему, это был четвертый универсальный солдат, у него маленькая сцена там была, где я дрался, нет, с ними не дрался. Он тоже присутствовал, то есть нормальный чувак, без корона на голове, спокойный, но Симпл вообще супер была, получил удовольствие от общения. А есть какой-нибудь боец из другого времени, с кем бы вам хотелось подраться? Не, ну все говорят, Тайсон, Тайсон, ну понятно, Тайсон. Тайсон, я рос, ну, бля, страшно говорить. Когда был юноша, я смотрел Тайсон, я помню, там собирались, и постеры у меня в комнате были, Тайсон, это... Ну, у меня несколько бойцов, Тайсон, Артур Агати, Джани Тапия, который ехал на автобусе, несколько раз там умирал, но только один выживал, вот, поэтому есть имена, которых я пересматриваю даже до сих пор бою. А, и по правилам бокса вы думаете, ну, чисто вот фантастически, пофантазировать на эту тему, вы могли бы им составить оппозицию только по боксу? Конкуренцию. А? Конкуренцию. Конкуренцию. Не, ну, в свое время не забывайте, то, что сделал Макгрегор и Май Уэзер, сколько там, три года назад я должен был сделать в девятом или в десятом году с Кличко, когда я подписался с Golden Boy Promotion, с Осковым Делакоя, они мне дали, еще в то время, дали 50 тысяч долларов санин-бонус, они олимпийских чемпионов на кей-баб мне подписывали. И предварительно мой менеджер по боксу разговаривал, по-моему, эта компания у Кличко была 2K, называлась, 2K, вот, предварительно, да, давайте Орловскому там набьем боксерский рейтинг, боксерский рекорд, там, 10 боев сделаем, и потом мы за большие бабки подеремся против Кличко. Предварительное согласие было. И я же тренировался у Фредди Роуча, я полгода сидел в БВА, с этим спарринговал, с Энди Рузом, Энди Руз, с ним, да. Если я их не бил, но я им давал бой, там все тап-тап боксеров было по всем версиям, поэтому... Оглядываясь назад, как вы тогда оценивали свои шансы в бою против Кличко? Емеляенко? А, нет, нет. Это вот тогда я готов к этому бою, я думал, что... Когда я с ним дрался, Емеляенко, каждый удар рукой, ногой доставал Емеляенко, я видел, ему было больно, пока я не прогнул с этим коленом, стало больно мне, если это погас. Все же это лаки-панч, скорее всего, на ваш взгляд. Какая разница лаки-не лаки-панч? Ну, я проиграл тот бой, он меня нокаутировал, все, точка. Лаки-не лаки, какая разница лаки? Может, он к этому лаку подводил, получал лаки первые 4 минуты или сухобоя, он подводил к этому лаки-панч? Ну, я вообще не понимаю, что такое, точнее, понимаю, но я против такого определения, как там лаки-панч или еще что-то. Ну, слушайте, лаки-лаки, но все-таки, как бы то ни было, присутствует тяжелая работа, во всяком случае, для меня. Если я выигрываю, если я что-то добиваюсь, то благодаря своему трудолюбию. Представим ситуацию, поступает прям выгодное финансовое предложение подраться с Федором Емельяниковым в его прощальном бою. Как вам такая идея? Давайте договориться, пускай не будет, это будет последний бой, уже наверняка, и надо разговаривать конкретно о цифрах. Даже готов подраться в Москве. Кстати, Федор говорил, что, по его словам, у Дана Уайт не отпускает надежду, все-таки устроит один бой в его промоушене, так он сказал. То есть, это, в принципе, очертания какие-то даже призрачные, они вот появляются. Как мне кажется, говорить можно все, что хочешь, я не знаю, я этого не слышал. Дана Уайт, я читал интервью Дана Уайт про Емельяникова, там совершенно другое. Но вы бы согласились? Ну, он же еще не UFC. Он же еще не подписался, даже разговоров нет. И я не думаю, что его скат-кокер отпустит. Говорить можно все хочешь, я могу сказать, что я завтра космос полечу, но не факт. Ну, а вы туда хотели бы, в Беллатр? В Беллатр. Ну, вы задаете мне провокационные вопросы, я работник UFC на данный момент. UFC ко мне относятся супер-гуд, поэтому, что фантазировать. Я работник UFC, я дерусь UFC, меня все устраивает UFC, поэтому... Сколько боев у вас по текущим контрактам? Я не знаю, по-моему, там еще осталось, я не знаю, один, два боя, не уверен. Кстати, вот сидели, вот сейчас сидели, разговаривали. Надо будет менеджеру позвонить, узнать. Следующий номерной турнир пройдет в США, в Нью-Йорке. Здесь не поеду. Не поедете. Ну, в главном событии вечера ваш бывший одноглубник Колби Ковингтон дерет туда. Да, проведет матч-раван с Комару Усманом. Ваши ожидания от этого боя? Усман победит, мне кажется. Усман, Усман. Усман победит, но для меня более интересный будет бой, который будет в декабре, где будет мой кубинский товарищ Тони Монтана драться, АК Джордж Масвидал, поэтому буду валять туда и постараюсь на то мероприятие приехать. Но вы бы хотели, чтобы победил Усман? Ну, конечно, потому что у нас взаимная неприязнь с Ковингтоном. И не только у меня, а совсем, наверное, с 99% людей с Американ Тапти.